сегодня какой у нас 15 октября еще зелени всякое полно так а ну а мы освобождаем компостную яму здесь у нас был куриный навоз сложен по весне сейчас мы раскидываем это все по грядкам вот еще муж он еще капуста у меня вот она о коченок то видите завязался был совсем но он еще рахловатый конечно ладно был то совсем не о чемный но этот на снимать потому что уже все так значит мы это все сейчас разложим по грядкам вот тут у меня сделана тоже такая шутевая грядка тут по два года росли помидоры значит он сейчас это все растаскает так как у нас вот мы еще привезли вчера навоз потому что муж с внуком ходили работали в курятнике и вот еще навоз привезли чтобы не путать перепревшись не перепревшим навозом мы будем его тоже складывать в яму ну а я занимаюсь вот этой грядкой все цветы срезаю и все у меня укладывается здесь все укладывается на этой грядке я значит потом скошенной травой а потом тем же перепревшим если хватит сюда то перепревшим навозом потому что потому что вон скошенная трава еще тоже есть так то у меня уже везде проложено все проложено но еще не доделано ну грядки там может неровные ну что ну и что так а то что у меня перепрела сейчас ямки лунки выкопаю перри эти пищевые отходы перепревшие все уже перед я сейчас лунки сделаю здесь и туда буду их выливать опустошать вот кто-то тут переживал что у меня мужа жалеют что вот эту бадью надо вкопать какую ж яму ему надо выкопать ребята во первых мы не копаем грядки вообще муж у меня грядки не копает вот эти вот все грядки он не копает мы просто садим в лу делаем лунки и так сажаем поэтому ну одну две вот таких бадии можно вкопать ведь ему правильно и то ведь он не на полностью глубину то будет не всю вкапывать а вот до сих примерно вот тут такое расстояние получается где-то сантиметров 30 дно вырезается на 30 сантиметров 40 она вкапывается и на уровне выше уровня земли она будет у нас как бы находиться все вот как здесь выше уровня земли тут вообще мы никто ничего не вкапывал положили на сетку на металлическую если мы сетку найдем металлическую мы снова поставим эти бадии на сетку просто она будет у нас высоко чисто вот на таком грунте положится сетка и положится вот это бадия все так что вы не переживайте не будет он сильно много копать но если вкопает то это конечно же будет во первых по весне вы мужа своих заставляете копать грядки я мужа своего грядки не заставляю копать вот только перенести может быть навоз все так что что делать это это такое земледель это земледель это мы живем на земле с ней надо работать так на секундочку они просто так если у вас так все просто может вы не копаете и не лунки не выкапывать а просто кинете у вас все растет то флаг вам в руки просто-напросто я как-то в начале лета говорила потом в течение лета говорила что я перепутала посадила семена петрушки вот сюда вместо морковки хотя у меня здесь должна морковка и свеколка быть все ну вот я перепутала а семена морковки я посадила сюда в клубнику здесь у меня муж увеличивал грядку за счет того что вот вот эти кирпичи он укладывал и здесь был у меня закуточек думаю пускай у меня здесь петрушечка растет вот так вот по краешку ну а я перепутала посадила морковку я еще здесь ее не выдергивала 15 октября еще раз повторяю так тут в цвет пошла ага молодец ну чё попробуем попробуем повыкапываем посадила я уже ее поздно это было где-то наверное ой конец и нет не поздно наверное не поздно в принципе но надолго у меня что-то собиралась тут земля не очень чтобы очень с краешку было хорошее очень она себе это туда да 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 на грядку но потом это все надо будет закопать ну и вот сейчас посмотрим что тут ауида к чего вон чего сейчас посмотрим вот в земле кто-нибудь и и жрал или нет я немного вытащу пока до самых и пока вот нельзя похолодает вытаскивать морковку не буду ухты вот она у меня вот такая корявенькая и вот такая тут она вся вместе у меня вместе вся вот она не прореживала я ее тут не прорежем а вот она вся вот такая здесь не знаю то ли обломала вот этот вот наверно обломала там внизу остался еще то ли тут бегают вот видите она вся у меня так плотно-плотно просто плотно сидит ну и ладно пускай вот это что-то в цвет что ли пошла вот она утолщилась пошла что ли в цвет ухты а чё никто не жрал ведь странно обходили стороной в этом году в том году 50 процентов урожая было потеряно но они тут бегали бегали внутрях все равно бегали так чубера да 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 все в одно место туда в кучу все все туда в кучу вот видите все он знает уже что вот это вот я все выдергиваю и все укладываю на грядку все вот так вот у меня не в компостную кучу это у меня еще морковка растет он лишь и вот тут какая-то это с прошлого года что ли она у меня тоже вон немножко треснула и тут я не сажала в морковку слова совсем мелочь можно ладно мы потом перетерем да в морозилку ну все пускай остальное сидит вроде никто не жрет ну и хорошо чего-то но это я в этот скажи чё да 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 ну вот как то так а еще у меня свеколка тут сидит давайте-ка тут еще попробуем ее выдернуть что за свеколка то я ее оставила здесь еще ой вот такая тут мелочевочка получилась но это у меня тут мелочевочка петрушечка еще во все зеленое ой ребята видите 15 октября индау то индау то рассыпалась вон туда от грядки она у меня тут долго цвела и туда она у меня насыпалась видите сколько не да у меня тут еще и он там он индау вон она много индау зеленушки вон еще крест салата вон еще полно можно есть ой дай бог еще бы ноябрь постоял у нас и тут у меня еще свекла растет и морковка там еще все еще растет а вот это вот он мне тут не дело мы обрезали вот видите вот они такие стали некрасивые но мне высоты тут не надо мне не надо тут высоких деревьев я попросила его обрезать и вот он вот так вот их обрезал сосны ну они как бы вот это тоже у нас была обрезана видите какая пушистенькая следующем году тоже будем ее подрезать не даю расти вот в этой стороне вот только иди мы же и в эту самую березку тоже обрезали он она вся распушилась вся такая стала и вот эту кстати обрезали его надо вот видите вот тут вот обрезана вон она пошла 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 тоже надо скоро обрезать не даю таким деревьям потому что они падают корни у них поверхностные и поэтому таким деревьям вот это все будем убирать отсюда тут у меня у березы просто кучка лежит и все ну ладно вот так вот весь тут все ямы немножко немножко надо бы освободить то развозить будет конечно хорошая но не знаем куда положить куда вот может какую оставить покуда не развозить а куда бы положить навоз может не развозить а по весне потому что сейчас мы развозим здесь снег пойдет дождь пойдет все питательные вещества все смоются уйдут в землю я поэтому и не люблю раскидывать все по весне ой по ве по осени так подожди так мы же не последний раз ходим ну ладно будем решать все прибираются на участке малышок у нас вот все тут отделывает проволочку вынимает все эти конструкцию которая сдерживала у нас вот эти бархатцы ну а дениска у нас откушивает что ты ешь щабель ест вон щабель как не понравился а капуста не понравилась капусту взял зеленый листок ой короче только что позавтракали что завтракали то творог яичница с это залитые там кабачки и все прочее да всякие овощи потом чай колбаса сыр бутерброд с маслом бука мы голодные мы сидим ем едим траву но она тоже полезно так ну и сейчас чего будешь делать вот это все мы складываем я ему сказала все это сложить в одну кучу и порубить лопатой вот это все сейчас сложит а я вот это все обрезаю все вырезаю все бархатцы мы купили чего не вырезала еще сейчас я это вырежу ты смотри там на клубнику клубнику освобождаем вот у меня тут рядок клубники был посажен он смотрите какие ветки наросли бархатцы это еще не весь куст он сколько бархатцев очень полезное растение запах и чего а это и наташ это ну все в общем работаем на участке сегодня погода благоприятная правда пасмурно но тепло 12 градусов дождя нет мой молодец у меня помощник вот такой видите проволочку откручивает все складывает в одно местечко это у нас конструкция поддерживает дед такую налепил спонтанно вы видите что делается у нас ну ладно красоты особо не было но бархатцы когда росли их особо и не видно было молодец дальше продолжаем